А перед просмотром этого видео я хотел бы порекомендовать вам новый сервер под названием Ark Survival PvP. Соответственно на этом сервере установлена карта The Center, рейты X3, неиграющая отзывчивая администрация, максимальный уровень диких Дина 200, подарки новичкам и трайбам от трёх игроков. И соответственно так как сервер новый, я думаю, что вы ещё не найдёте там огромных трайбов, которые уничтожают всё и вся, и вы сможете на него спокойно поиграть в своё удовольствие. А также в ближайшие несколько дней я буду записывать на нём полноценный выпуск, так что жду вас там, карта The Center, увидимся. Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolved, продолжаем выживать в выжженных землях. Соответственно, я хотел в этом выпуске опять загнать Виверну там, начал всё это записывать, записал, загнал Виверну, собрал молоко, принёс сюда. Потом думаю, ну господи, третий выпуск подряд делаем одно и то же, давайте всё-таки действительно в этом выпуске пойдём займёмся тем, чем мы хотели. А именно, мы с вами хотели приручить несколько Терексов, желательно парочку. Ну, для начала достаточно будет даже одного. У меня уже прорастли овощи, то есть, соответственно, я подождал, когда они прорастут. Вот, сделал здесь котелки, сделал здесь несколько коптилен, у меня здесь коптится мясо теперь. Тюм-тюм-тюм-тюм-тюм, можно даже собрать, кое-что уже ещё подкоптилось. Так, здесь и здесь, отлично, отлично, отлично. Сразу же шесть штук наверху поставил, здесь я вроде собирал, да? А, вот, вот здесь ещё не собрал, здесь не собрал и вот здесь. Но всё равно почему-то некоторые куски мяса успевают протухнуть, вот этого я немножко не понимаю, хотя соль есть, всё есть, как-то странно. Почему они успевают протухнуть? Ну да ладно, бог с ним. Пойдёмте посмотрим, что у нас происходит с овощами. Овощи у нас полностью проросли, 7 картофелин, но... Но самих овощей ещё маловато, на самом деле, 9. А здесь 9, 9, отлично. Так что сейчас будем делать с вами киблы на Терексов. И ещё один момент, я наформил металл, там ещё у меня плавится, ну так же, просто пока росли овощи, пока всё это делалось, решил немножко формануть. У тебя как дела? Через 26 минут нужно уделить внимание, голод у тебя, всё в порядке. У меня молоко ещё осталось? У меня ещё 4 должно быть. Нет, 3 осталось, да? 37, 38, 38. Нормально, есть. Я думаю, что... Я думаю, что мне хватит этого молока, если вдруг он захочет покушать. Если будет вот именно уделение внимания в виде того, что ему нужно будет скормить молоко. Соответственно, я сделал 3 гранатомёта, сделал 30 ракет. Где-то тут у нас, сейчас посмотрим, прямо за забором лежит ещё один спрятавшийся горный элементаль. Каменный гор... Каменный, наверное, да? Каменный он всё-таки. Где-то он вот... А где? Вот. Горный элементаль, да? 44 уровень. Где-то он здесь спрятался, его просто не видно. И вот, кстати, Карна в него уперся и пытается куда-то идти. Но это вот какие-то баги с отображением, да? Просто я по-другому не понимаю, что там не так. Вот где-то вот он именно в этом месте. Прямо под этой самочкой Карны 4 уровня. Но она маленькая, она нам не нужна. Соответственно, у меня есть 30 ракет, есть гранатомёты. А почему бы не попробовать его вырубить? Нужно попадать ему, если я не ошибаюсь, в голову. 44 уровню нужно 26. Опять же, если я не ошибаюсь, ракет. Так что мы с вами выложим винтовку, выложим вот это. Всё-всё-всё тяжёлое из себя убираем. Потому что иначе у нас будет перегруз. Вот это тоже убираем. Забираем с вами ракеты. Ставим гранатомёты вот сюда. Нам бы хорошо бы какой-нибудь лук сделать себе. Сейчас мы сделаем лук, чтобы, знаете, вот первый выстрел, чтобы выманить его, просто нанести из лука. Создать предмет. И создадим парочку стрел. Пока всё это создаётся, перезарядим с вами гранатомёты. Так, есть. Этот. Ух, не знаю, что сейчас будет происходить. Прямо реально. Потому что с гранатомётов я в них никогда не стрелял. Вообще ни разу в жизни. Но надеюсь, что не сдохнем. У меня заканчивается вода и еда. Давайте быстренько сейчас попьём, поедим. И давай-ка ты мне будешь помогать. Я тебя с собой возьму, хорошо? У тебя жизни много, тебе бояться нечего. А вот я могу вот разбиться на самом деле. Нужно было бы, конечно, сделать что-нибудь на отхил. Но да ладно. Если что, мы просто на него встанем и убежим. Потому что горные элементали, они медленные. Так, секундочку. Это сюда. Это сюда. Нормально. Как бы с тебя спуститься аккуратненько, чтобы не убиться опять. Давай так, тихонько. Соскользнули. Нормально. И попробуем куда-нибудь туда выстрелить. По идее, он где-то вот тут спрятался. Там, где как раз Карна шагает. Где-то вот тут. Высоко очень, да? Вот я попал в него. Да, я в него попал, отлично. Я в него попал. Сейчас полетит камень. Сейчас полетит камень. Мимо. Ну что, в голову? Нет, куда-то в грудах попал. Зараза. Куда ты пошел, эй? Попаду? Попал. Эй, 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 что ж ты делаешь? Дрянь такая, а? Ну зачем? Зачем ты вообще по Роцеру пошел? Тихо, тихо, ребят. Тихо, тихо. Нужно тогда... У Парацера много жизней. С ним ничего не случится. Но вот мои выстрелы будут Парацера ранить или нет? Давай переагривайся, а что не перезаряжаем? Давай перезаряжай. Так. Это как-то не весело все. Но с вами нужно... Надо выбрать тогда такое место, чтобы мы ему точно в голову попадали и следить, чтобы у Парацера жизни особо сильно не проседали. Вот сюда, да? О, попал. Давай. Теперь отсюда. Каждый ракетница, гранатомет, если не ошибаюсь, может выдержать примерно 10 выстрелов. Что-то типа того. Попал в голову. Давай перезаряжай. Чего ты не перезаряжаешь? Давай резчик. Так долго перезаряжает? Давай, 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 давай. Ага, не перезарядил. Переключился слишком рано. Надо стрелять, я думаю. Надо, я думаю, стрелять. Давай, раз. Перезаряжай. Очень долго перезаряжает. Я вот прям вот нон-стоп сейчас жму на букву Р. Но оно не перезаряжает, представляете? Так, теперь эту. Что там у Парацера? У Парацера все плохо. У Парацера уже кровь пошла. Нужно его вытаскивать отсюда. Нужно его отсюда вытаскивать. Да пошел нафиг. Отстань от моего Парацерчика, сволочь. Давай, 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 Люциферчик. Уходим, уходим, уходим. Бежим. Он сейчас за нами, по идее, побежит. А мы развернемся. И ему в тыкву. Давай. И в тыкву ему. А, не попал в тыкву. Я понял. И, поехали. Наверное, надо было сразу так сделать. Бежим, 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 бежим. У нас очень много выносливости, в принципе. Так. Слушайте, а у него очень много... А, имя опять мимо. Опять мимо. У него... Ах ты, черт, давай. Перезаряжаем. Смотрите, как у него уже много камня стало проступать. То есть, мы ему очень много урона нанесли. Люциферчик, текаем. Текаем от этого гада. Текаем, текаем, текаем. Потом нас своими камнями начинает доставать. Где он там? Идет? Идет. Тихо, тихо. В голову. Бу-бу-ум. Ну же. Бу-бу-ум. Нормально, нормально, нормально. Пошли, 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 пошли. Надо было, наверное, с самого начала так сделать. Надо, наверное, было попытаться сделать так с самого начала. Слушайте, а давайте попробуем его где-нибудь забаговать. Вот здесь вот, в камнях. А чё б нету-то? Вот здесь попробуем забаговать его. Может быть, он там застрянет? Давай, 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 давай. Живой? Живой. Видишь, что застрянет? О, нет, перешагнул, гад. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это нехорошо. Он там просто перешагнул. Так, он кинул свой камушек. Давай, перезарядим. Перезаряжай, пожалуйста, быстрее. Чё, выстрел? Нормально, пошли. Пошли! Чёрт, а здесь мой стоит. Здесь мой стоит. Я просто боюсь, что он сагрится на этого и начнёт с ним драку. Просто его напросто добьёт. Мы нанесли... Ах ты, господи, уйди от меня. Уйди от меня. Так, у меня проблемы. Так, нормально, нормально. А, я постоянно нажимаю и выключаю этот самый. Из быстрого слота. Он там застрял? Так, походу, он закопался. Секунду. Походу, он закопался. Нормально. Что нам нужно сейчас, можно сделать, чтобы его раскопать оттуда, ребят? Что можно сделать? Одну стрелу? Есть, перезаряжаем этот. У него, по идее, не очень быстро торп распадает. Так что, может быть, повезёт и может справимся. Ну, вы помните, сколько я мучился с первым? Это был просто трэш. Иди сюда. Так. На, держи. В голову попал, да? Попал. На, ещё держи. Вот он, видите, двигается постоянно. И непонятно, куда ему попадаешь, на самом деле. Попадаешь то куда-то под мышку, то ещё куда-то. Только не в голову. То есть, с таким макаром у меня сейчас ощущение, что есть, что мы его просто забьём и всё. У Люцифера мало жизней. Нужно быть аккуратным. Перезаряжай. Он в меня стреляет? Есть. Перезарядил, но анимации не было. Давай это перезаряжай. Нормально. Ещё две. Выстрел. Есть. Пошли отсюда. Ай, под задницу опять дал нам. Тут капразух. Я не думаю, что капразух меня сможет достать. А там наши коля. Там не пройдём. Он опять закопался, что ли? Нет. Тихо. Держись, держись, держись. Бам, точно в голову есть. Перезаряжайся. Десять ракет. Чёрт, и я его убил, а. Я его убил, зараза такая. Эх, тут нужно точно в голову попадать. А когда он идёт, в голову попадать не получается. Потому что он постоянно двигается и постоянно смещается. То ему то туда попадаешь, то сюда попадаешь. То есть явно нужна либо ловушка, либо вот как я тогда делал, между камней его забаковывать. Нужно будет отремонтировать эти гранатомёты. Гранатомёты. Собирать мы с него даже сейчас ничего не будем. Потому что там просто камни серые и ничего интересного. Ладненько. Ну, такой вот опыт это тоже. Опыт, ничего страшного. Вот где-то вот здесь камни были, в которых мы их забаговывали. Помните, он там дальше идти не мог. Просто кидал меня камнями. И я смог из пушки его вырубить. Я в него выстрелил 23 раза и убил. А нужно было 26 в голову, чтобы... Или 24 в голову, чтобы его оглушить. Ясно. Это не очень весело. Стой, Люцифер. Давай-ка мы тебе, наверное... Ты отъедаешься, да? Да, я понимаю, понимаю. Отъедайся. Мы тебе ягод соберём, чтобы тебе было чем вообще отъедаться. Иначе ты у меня сейчас здесь загнёшься. Потому что жизни, я так понимаю, у тебя просели очень жёстко. Так. Здесь ещё соберём. Кстати, он с нас разрушил верстак у нас. На спине у Люцифера был верстак. Он его разрушил. Но там вроде у меня ничего особенного не лежало. Так, всякая ерунда. Всё, ягоды мы ему добыли. Будет стоять здесь кушать сейчас. Я, кстати, практически получил следующий уровень. Какой там у меня получается? 82-й уровень, да? То есть чуть-чуть осталось. Тихо. Есть. С другой стороны, с другой стороны, мы с вами немножко ещё побегали. Время немножко прошло. Давай, опускай голову. Люцифер. Опусти голову. Чё ты там рассматриваешь? Ну же, давай. Голову поднял, а не хочет опускать. Вот обычно так должно стоять. Соответственно... Ааа, блин. Давай-ка ещё разик. Вот так вот и стой. Нормально, нормально. Раньше лучше стоял, конечно. Сейчас не очень хорошо встал. Давайте посмотрим, сколько за это время. Вот сколько там прошло. Минут 14-15. Ааа, выросло ещё 4 овоща. 4 морковочки выросло. Замечательно. Так. Так. И сам себя закрыл, прищемил рубашку. Не отпускало. Так что сейчас я буду делать киблы на Терексов. И пойдём с вами приручать Терексов. Сделаем потом новые ракеты с вами. Конечно, у меня пороха не осталось. Но у меня, в принципе, здесь что-то должно было быть. Смотрите, сколько у меня осталось угля. Всего-навсего, да? Я вот сейчас вот везде положил переплавляться. Новую партию. Кстати, нужно будет лететь. Это можно потушить. Нужно будет лететь за новой партией. Металлы тоже принести. И просто уголь закончился, чтобы делать порох. Иначе бы я сделал бы больше ракет. Так. Делаем киблы. Да, всё правильно. Делаем киблы. Есть. Всё практически готово. Нужна только кукуруза. Сколько у нас с вами её есть? 13 штучек. Нормально. Вместе с солью она хранится 2.29 в кармане. Я правда не знаю, с солью это действует на неё соль или не действует. Здесь всё зажигаем огонь тогда. Понятно. Хранится она очень мало. Так, соль кладём. 2.14. Соль вынимаем. 1.06. Ага. Ага. Всё, я понял. Соль действует. Значит, с солью. А, здесь тоже соль исчезла. А как так? Чёрт, я, значит, какую-то плохую соль взял. 2 минуты на этой соли. 19 минут на этой соли. Вот, отлично. Я какую-то плохую соль просто взял и положил сюда, на которой я оставал спущу мало времени. Там у нас карна ходит. Кстати, карну тоже нужно было бы приручить. Сейчас спущусь вниз, наделаю соли. Как раз пока что здесь первая партия варится. Но придётся сейчас ещё подождать, пока прорастёт новая, это самое, да, кукуруза. Потому что кукурузы мало, нужно, нужно побольше, чтобы сделать как можно больше сразу киблов. Всё-таки приручать я хочу, там, не сорокового уровня. Ну, честно говоря, приручим что-нибудь типа 60+, потому что, как получится. Потому что, возможно, что и не будет. Чё я делаю? Мне соль нужна. Что я сейчас сделал? Я переложил всё в карман зачем-то. Так. Это просто говорю и пытаюсь что-то делать, и одно с другим не стыкуется. Соответственно, хотелось бы всё-таки повыше уровнем тирексов. Тирексы нам ещё, как минимум, с вами понадобятся для того, чтобы они нам производили большие фекалии. Потом мы с вами приручим жуков в пустыне, скоробеев. И у нас будет постоянное производство удобрений. И нужно будет обязательно побольше грядок сделать, потому что по одной грядке каждого вида овощей это маловато будет. Блин, вы посмотрите, какой он весь избитый. Кошмар просто. Давай-давай, выздоравливай. Выздоравливай давай. Обалдеть. Как ему досталось жёстко. Так, это сюда. Здесь 190, 145, 200, 159. Отлично. То есть мы можем выложить, в принципе, сюда вместо вот этой. Вот, например, да? Есть. Тут у нас получается с вами 200, 200. И вот сюда. Всё, и у нас получится большое количество везде удобрений. Всё хорошо. Здесь ещё две кукурузины. Но мне, 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 мне нужна соль. Соль внизу должна была сделаться. Огненная виверна хочет обниматься с вами. Приласкать. Давайте приласкаем. Есть. Следующий этап у нас. Следующий раз будет ещё через 4 часа. 3 часа, 5. 55 минут. Можно, в принципе, сейчас быстренько положить в неё вот это молоко, которое здесь лежит. Что нам даст возможность ещё на протяжении двух, наверное, где-то часов. Быть спокойными и не париться. 1377 уже еда поднимается. Замечательно. Не париться по поводу того, что нам нужно лететь, загонять виверну. Но, в принципе, это сейчас стало уже очень просто. Поэтому я думаю, что уже даже не буду это в выпуске добавлять. Потому что это тратит время от выпуска. А там я просто нахожу низкоуровневую виверну. Быстренько её загоняю в ловушку. Всё уже там. Отработанная схема. В принципе, двух раз. Мы с вами два раза это сделали. Я думаю, вполне достаточно. Ну что, погнали. В принципе, я знаю, где они находятся, где они базируются. Знаете, даже нам, по идее, киблы-то не особо нужны. Если бы мне повезло найти баранов, где они вообще тусуются. Потому что здесь у меня респаунится только один баран. Один-единственный баран респаунится. И то я его сейчас не вижу. А найти бы респаун баранов, где он есть. И оттуда бы их просто таскать. Потому что бараны, они гораздо их мясо гораздо лучше приручает хищников. То всё было бы гораздо-гораздо проще. И не нужно было бы абсолютно париться с киблами. Кстати, волк гуляет. Кстати, гуляет волк. Эм, самец восьмого. Хе-хе-хе. Это неинтересно. Аргент под нами. Потом. Аргентависа потом. Сейчас я хочу Терекса. Я хотел уже на этой неделе провести стрим. Но приболела дочка. Давайте соберём нефть. Нефть нам нужна. Приболела дочка. Поднялась температура. Поэтому стримы пока что немножко откладываются. Когда выздоровеет, тогда будет стрим. Она у нас уже пошла на полный день в детский сад. В этом плане. Теперь у меня есть хотя бы время до шести... О! Секундочку. Это среднее, да? У меня есть время до шести часов вечера по Москве. Свободное. Ну, не до шести. До где-то семнадцати сорока. Соответственно, в это время я могу стримить. То есть можно начинать стрим где-нибудь в три часа. И где-то там в 2.30, как раньше. И заканчивать 17.30 трёхчасовой стрим делать. Это по московскому времени. Вот. Но это когда уже дочка выздоровеет. Когда всё будет хорошо. Кажется, вот там вот. Около вот всех скал вводится в большом количестве тирексы. Полетели. Посмотрим. Волки ещё. И я всё до сих пор хочу волка себе высокого уровня. Ещё одного приручить. Маленький. Ну, тоже маленькая. Я хочу высокого. Я хочу 100+. Так. И вот здесь у нас всегда было много тирексов. Но сейчас по закону подлости. Ага, вон вижу. Одного уже вижу. Хорошо. Какой уровень? Блин, я хочу себе этого самого какого. Самец 36. 36-й маленький, но он очень чётко застрял. Он очень там хорошо застрял. То есть у нас с вами не возникнет проблем с его оглушением. Внизу титанобо ползает. Вот это проблема. Потому что титанобо куда угодно могут заползти и его слопать. А, нет, он не застрял. Он выбрался. Вот! Самка 88-я. Самка 88-я. То, что нужно. Просто шикарнейшее. Что она тут у нас делает? Она кого-то грызёт? Да, она грызёт шипастиков. Так. Помочь ей, что ли? Чтобы они её не сильно подранили. Давайте поможем. Один шипастик наш. Ну как поможем? Украдём у неё опыт. Ха-ха. Украдём у тебя опыт. Ну, правда, ты его не получаешь. Так. Что мы с тобой делать будем? Как мы тебя будем оглушать? Наверное, мы встанем на скалу. Куда-нибудь вот сюда. И отсюда мы тебя будем оглушать. А другого варианта я не вижу. И лови. Погнали прям сходу. Ты у меня на... Спасибо. Замечательно. Спасибо за какашечку. Она сюда не заберётся. Ну, сейчас главное не спешить. Потому что у неё-то вроде так оглушение быстро не исчезает. Как у... Например, Виверн. Так что спокойненько расстреливай. Опа, промазал. Единственное, что она, конечно, от нас убегать будет. Потому что она нас не может достать. Поэтому она от нас будет пытаться убежать. Попали. Ну вот, пускай там грызёт скорпионов. Они сейчас ей оглушение добавят. Кто там ещё? Додекарусы, да? Вот. А мы её спокойненько будем тем временем вырубать. Да как же я промазал-то, а? Как я по тебе промазал? Во, попал. Хорош. Так. У меня адротики кончились. Что-то я последние несколько штук просто в неё смазал. Давай сорбаля пытаться уже усыпить. А я просто не попадаю по ней. Далеко, что ли, очень? Во, попал. Так. В Додексе написано, что у Рексов нету множителей при попадании в какие-то определённые места. Единственное, что, ну, мы по идее должны были её уже усыпить. Может быть, почаще просто стрелять нужно? Может, нужно просто стрелять по ней нон-стопом? Как по вивернам. Может быть, торпор очень быстро спадает? Ну, я просто не знаю. Сложно сказать. Так. Полетели сюда. Хищники есть? Есть. Вон, ещё Терекс. Зараза такая. Просто посмотрите, сколько уже крови на ней. Ну, это жесть. Да блин, куда ты разворачиваешься? Сейчас нужно будет ещё стрел сделать. Транктуризирующих. Благо, с собой есть наркотики. Ещё 50 штук смогу сделать. Нужно попадать. Ну, вот куда она, а? Стой. Иначе я не попадаю в тебя. Давненько я просто не пытался усыпить их, Терексов. Очень-очень давно не усыплял. Очень давно не приручал. Есть. Вырубили. Есть. Отлично. Да, нужно нон-стопом стрелять. Понятно. Едим с вами тогда... Ягоды сколько есть у нас. У тебя есть что-нибудь? У тебя что-нибудь есть поесть? Есть поесть. Есть, есть. Ягоды немножко. Это из титанобоу, что ли, достал, да? Достала. Наверное. Так. Есть. Отлично. Теперь летим к ней. Сейчас посмотрим, где она у нас конкретно упала. Вот здесь, да? Ну, не самое лучшее место, честно говоря. Могло бы быть и получше. Так. И нам нужно на тебя быстренько сделать тогда сколько можем... Шипов. Сколько мы можем создать... Чё? А, волокна нет. Волокна нету. Господи. Как я бы про волокно-то забыл? Ладно. Сейчас мы волокно соберем. Это не проблема. Травы здесь много. Заодно и еду соберем. Там еще один... Самец 36-й. Но это неинтересно. 36-й нам не нужен. Он неинтересен нам. Так. Ставим здесь. Где? 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 Где еще поставим с вами? Вот. Здесь хвост у нее торчит. Иначе ее за хвост будут кусать. Нам это не нужно. Так. Ставим с вами вот сюда. Вот. Куда-нибудь сюда. Потому что на нее может напасть кто угодно. Здесь агрессивных тварей хватает. Тихо-тихо. Давай уберем отсюда. Отсюда камень сейчас уберем. Заодно с него кремень добудем. Про запас есть. И ставим вот сюда. Как-нибудь вот сюда. Чтобы можно было на радуге залетать. Да? И у нас с вами еще одна секция даже осталась. Мы ее можем с вами поставить где-нибудь вот здесь над головой. Чтобы отсюда тоже никто не мог забраться. Есть. И нужна еще одна секция как минимум. Чтобы это дело закончить. Чтобы это завершить. И ставим вот сюда. Да? То есть у нас получается сейчас со всех сторон она прикрыта. К ней просто так никто не подберется. Великолепно. А мы на Аргенте туда подобраться, если не ошибаюсь, можем. Сейчас посмотрим. Сейчас проверим. Мы на Аргенте туда можем подобраться? Да, мы на Аргенте здесь садимся. Спрыгиваем с него. Смотрим, что у нее по оглушению. 9600. 3500 здоровья. 1000 выносливости. 160 урон. Вообще замечательно. Падает оглушение довольно-таки быстро. Поэтому сразу мы с вами прожимаем 10. Даже больше. Вот так вот где-то вот прожимаем с вами наркотиков. И я полетел варить дальше на нее киблы. Надеюсь, что с ней все будет хорошо. Ну что ж, у меня за это время проросло только 5 кукурузин. Соответственно, получилось 5 киблов еще дополнительных. Но у меня же рейты сейчас на сервате что-то там типа 2,5 или 3. Но именно на приручение. Или 3 что ли у меня приручения рейты. Я сейчас даже не помню, честно говоря. Ну как минимум 3, мне кажется. Соответственно, x3. Соответственно, мне кажется, этого мне должно хватить. Этого мне должно хватить. Так. У меня внизу еще 12. Здесь 5. Ну и на крайняк мы там какое-нибудь мясо положим, да. Самое обычное. И приручим уже мясом, если вдруг нам этого не хватит. Так что сейчас берем наркоту и летим обратно. Как видите, началась волна жара. Пришла на пустыне. Но повезло, что сейчас у нас получается что? 8 утра, да? То есть началась она где-то в 7, где-то 30 что-то. Ну, у игрового времени. Соответственно, в это время еще не так жарко. Плюс у нас пустынный костюм. Нас это защищает. Прошлось момент отстал. Ну, как видите, вы можете просто по таймингу посмотреть, что прошло 40 минут. С того момента, как мы отсюда улетели. По большому счету, как мы поглазили виверну. Нам нужно с вами... Я еще хочу просто кожей взять про запас на всякий пожарный. Потому что я там много кожи потратил. Ага. И этого самого волокна, естественно. Да, волокна я хотел взять. Вдруг пригодится. Соответственно... Так что давайте берем отсюда еще волокно. Вот это. Волокна осталось совсем чуть-чуть. Нужно будет брать опять серп в руки и идти фармить. Ну ладно, это уже после съемок этого выпуска, когда приручим с вами Терекса. Оууу, ааа Седло-то я на него не сделал Секунду Я только что понял, что у меня закончились очки инграм У меня 26 очков инграм всего Потому что что-то я тут выучивал А, теплицу я выучивал, точно С наклонными крышами, со всеми делами Чтобы все красиво было И у меня нету, у меня не хватает очков 14 очков, чтобы выучить седло на Терекса, то есть Я сейчас, да, я сейчас его приручу Но мне придется тогда Лететь кого-то убивать Может быть загонять виверны И следующую виверну я сам убью Что у меня здесь получается по молоку Ну молока уже нету Ну да я наверное так и сделаю Мы его сейчас с вами приручим А я потом просто хоть слетаю Загоню парочку виверн Когда буду добывать молоко для нашего детеныша И сам их буду убивать А не убивать их при помощи этого самого аргентависа Так будет мне кажется гораздо лучше И у нас везде с вами закончилась солома У нас появились удобрения Но солома закончилась Все я все понял Нужно будет еще и солому добыть Обалдеть Сколько всяких дел Все время что-то есть Все время что-то что нужно делать Так он лежит все хорошо А вот здесь пролетал и заметил червяка Привет червяк Не смей здесь крутиться Не надо Давайте его добиваем Отлично еще стрелы Транквилизирующие стрелы С него Быстренько съедим мясо Мясо теперь нам нужно Чтобы делать как раз протухшее мясо Чтобы делать наркотики И вот он наш тирексик лежит Все хорошо Живой и здоровый Рядом вроде никто не тусил Вот Дэдэ Курасу ставил тут подарок Благодарю Это все сюда А вообще можно сейчас выкинуть все лишнее Чтобы не было всякого перегруза И всякой такой ерунды Хотя не должно быть Я просто не люблю когда весь лишний хлам Вот эта одежда Лежит в кармане Че ты меня толкаешь Эй Че ты меня толкаешь Обошел бы стороной Так И полетели к нему Как бы нам к тебе опять так приземлиться Чтобы не удариться об шипы Вот сюда наверное да И чтобы внутри него не забаговать Потому что самое противное Это когда внутри Смотрите какая лапа огромная По сравнению с персонажем Он меня просто может так взять Задавить И расплюсить Посмотрите какие огромные лапы у него Господи Так Держи тебе наркоту Неплохо просело на 2000 А голод упал Как видите Всего На 700 Всего на 700 Я не помню сколько кибла восстанавливает Если По такому же принципу Как у всех остальных животных То скорее всего Что-то около 80 Да То есть Когда голод упадет на 800 Это будет 10 киблов А нам нужно ему скормить 18 как минимум Да То есть На x1 RX 88 Требует 42 кибла У меня где-то x3 То есть Ну Я думаю что 18 нам по-любому должно хватить Ну Ну потому что 45 разделить на 3 Это будет 15 А ему нужно 41 А не 45 То есть это будет где-то Нужно на него там 14 13 с половиной Это 14 киблов Может 12 Ну что-то я в уме сейчас Слабенько Все это могу посчитать На вскидочку Так вот это еще скормим тебе Все остается стоять рядом с ним И ждать когда у нас голод просядет Еще Ну еще прилично просядет Еще примерно на столько же Ну что ж Голод у нас у него уже упал до 4500 Закидываем киблы Посмотрим Да По 80 прибавляет Да Или даже прям по 100 Ну-ка Нет По 80 Все правильно Все правильно И пошло переручение Пошло очень живенько Бодренько Все Нам этого хватит Голода Этих киблов нам абсолютно точно хватит Замечательно И рексик приручился И наш рексик Переручился И у нас было с вами 18 11 киблов съел 11 Ну нормально На самом деле У нас с вами получилось 4800 здоровья 1300 выносливости Вес 730 И 234 урон В ближнем бою Очень-очень Неплохо На самом деле У нас Правда Нету на него Седла Седла у нас на тебя нету Как бы тебе назвать Глазик Хе-хе-хе Предлагайте ваши Имена в комментариях Эм Я пока знаете Не давал никому имена Потому что Ну я как-то люблю Все это делать Так вот Скопом сразу взял Всех собрал Собрал все имена Из комментариев И я собираюсь Начиная с этого выпуска Вводить такую вещь Как Ой тихо-тихо-тихо Ну-ка Стоять всем Начиная с этого выпуска Я наверное Введу Такую вещь Как топ коммент Чтобы Комментарии Которые выходили в топ Попадали туда То есть туда будут попадать Два вида комментариев Просто который мне понравился Хе-хе-хе Ну Какой-нибудь оригинальный Комментарий Веселый Не то что там Вот просто вот Ты самый лучший И все-все дела Да Ну то есть Это тоже мне очень приятно Когда вы такое пишете И это читаете Это безусловно Но Просто бывает Что кто-то что-то веселое написал Кто-то еще что-то Это обязательно будет попадать Тогда в выпуск Будет топ коммент Ну и естественно Те комментарии Которые собрали Больше всего лайков Тоже будут Попадать в топ Комментарии Я их буду добавлять В выпуск Там Почему бы и нет Все делают Я тоже хочу Чтобы Мои подписчики Себя видели И в видео И в комментариях Это востребовано Людям это нравится Я тоже это буду делать Как и все остальные Ютуберы Так Соответственно Сейчас мы Садимся на радугу Рексик Давай-ка за мной И ты у нас Будешь на пассиве Мы просто С тобой Идем домой Ну Я надеюсь Что все будет В порядке И мы с ним Дойдем И Никто нас Собственно говоря Не съест Я там вижу Еще Рексов Но мы просто Пройдем мимо Даже если он Сейчас сагрится Это не страшно Потому что Рано или поздно Он от нашего Рекса Отстанет Стой там И не трогай Нашего Рекса Ни в коем случае Он просто От него отстанет Нам если не ошибаюсь Нужно пройти По устью реки Повернуть налево Идешь? Идешь Хорошо Повернуть налево И вдоль горы То есть туда вот Налево идти Ну не вдоль горы А просто идти в ту сторону В том направлении По идее По идее Рексы настолько крутые Что на них никто Не должен нападать То есть если еще Где-нибудь вот Например На моего Аргентайвиса Могут сагриться То на Рекса Вообще он должен проходить мимо И всем должно быть пофигу О Рекс прошел Слава богу Что он меня не съел Типа вот знаете Что-то типа того В общем пошел Я повел его домой Поставлю сейчас Делаться киблы Приведу его домой Там поставлю Возьму Люциферчика Соберу много-много-много Наркобери Сделаю много Протухшего мяса И получу уровень Следующий И сделаем на него седло Покатаемся Протестируем его немножко Потому что давненько Давненько у меня не было Рекса Давненько я на нем Не катался Тут у меня Вышел косяк Ну-ка Иди-ка сюда Ты там не застряла Нет Ну-ка Стоять И поставлю тебя На нейтралочку Поставлю-ка тебе На нейтралочку Тут нужно что-то Придумать Чтобы она пролезла Потому что Тут она не пролезает Случайно Свалилась у меня вниз В расщелину Я забыл что там Очень узкий проход Сейчас мы там что-нибудь сделаем Что-нибудь мы сейчас Там придумаем Чтобы она могла пройти Нам нужно где-нибудь С вами типа Что-то типа Двух фундаментов Деревянных Мы сейчас там Подъемчик сделаем И она пройдет Что-то типа Двух деревянных фундаментов И сделаем рампы Итак Вот такая построечка У меня получилась Не знаю Мне может хватит Еще на Ну да Хватит на еще одну рампу Замечательно Чтобы вот туда поставить Вниз Так Вот такая вот Постройечка Получилась Которая вот здесь Выходит Слушайте Как четко получилось Обалдеть Садимся Всем пассивность За мной одному И пошли вот сюда Давай-давай-давай-давай За мной Если бы мы сидели На На ней Есть проскочила Отлично Если бы мы на ней сидели Было бы гораздо проще Ну и так Получилось Все Мы ее оттуда вынули Заодно сделали мостик Прикольно Нужно будет потом Его закончить И просто опустить Его вторым краем Вниз Тогда там будет проход Тогда там можно будет Проходить насквозь Центр карты Это прикольно Все погнали Погнали с тобой домой Осталось дойти Совсем чуть-чуть Ну что Мы на месте Отлично Теперь можно делать Стоять Всем Ой черт Стоять всем Фух Стоять всем Фух Вау Там никто не успел У меня здесь Ну там немножко Мрилотоп сдвинулся Ничего страшного Эй Ну не надо было Зацепляться в нем Люциферчик Убери голову Ну люцифер Голову убери Люцифер Во отлично Все проскочили Сквозь него Фух Но на самом деле У нас все получилось Мы это сделали Нашли с вами Выскоуровневого Терекса Приручили его Тушканчику Кому еще И пока что Все Ему пока не буду Давать имени Пускай взрослеет Да в следующем выпуске Хотел приручить Того каменного голема Не вышло Я его постоянно По разному называю Горный элементаль Каменный голем Я не забываю Постоянно как он правильно Называется Горный элементаль Да Все время Вылетает из головы Потому что По разному Написано на английском И на русском Переведено По русски Не совсем так Как написано По английски Из-за этого У меня Немножко в голове Порой Перепутывается название Как английское С русским И я Называю его Не так Именно поэтому Ну а на этом Давайте этот выпуск Завершать Огромное спасибо За внимание Надеюсь что Он вам понравился В следующем выпуске Пойдем приручать Очень-очень много Всяких разных животных Потому что Мне на самом деле Мне много кто нужен Мне реально Очень много кто нужен Хотя бы грифы Грифы нужны Мне нужны Волки Я так и не смог Приручить Ужасную птицу Это все будем делать Обязательно С вами в следующем выпуске А еще скорее всего Заодно Приручим еще одного А на этом все друзья Не забывайте подписываться На мой канал Чтобы не пропустить Новые выпуски По этой игре А также другим играм Если вам понравился Этот выпуск Пожалуйста ставьте лайки Удачи друзья Пока Надеюсь я вижу вас В следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok